будет хорошо все будет отлично и замечательно я сделаю все чтобы детки наши морально не пострадали так что хорошо это улыбка не наиграно на самом деле так она и все хорошо тоже вечером девчонки скорее всего ага подождите я завтра иду на день рождения к подружке а может быть прям ночью ну я если ночью то пьяная дрова буду хотя завтра суббота мы надо гулять пойдем нет делаю эфир пораньше если мы с ней встречаемся в 6 вечера давайте вам напишу stories когда мы с вами сделаем эфир потому что хочется пообщаться поболтать но если вообще в дрова в дровосека буду играть то тогда воскресенье сделаем эфир я надеюсь что вы на меня не обидитесь подарки то они уж немного подарков я хочу кушать вредного но нельзя правильно почему ряда потому что нарушены вкусовые вкусовые рецепторы немножечко этот своих коней толстовки обожала такие очень удобно особенно с капюшоном потому что голова мерзнет так вот немножко сбавьте любовь к соли к персу к специям к сахару ну так чтобы во первых и в час сам он точно trusted или те самых тянут для catch the мор в час мы так в какомischen реднице я если что его мы заселим тонным месяц возчёта уже練ся в большомffenнице не очень удобно поэтому важны легко приятным если бы мы somethin着k попробуем бы пить что мешало обязательно nog molень點 сейчас и у нас вы забери что им то что перспадали а dibujит все真的是 по полной Продолжение следует... Продолжение следует... Я записывала несколько раз сторис, но я поняла, что я ни в 15, ни в 30 секунд не впишусь совершенно в эту тему. Почему? Потому что это очень достаточно обширная тема, и к ней нужно, во-первых, прийти и подойти очень основательно. У нас принято отрицать психосоматику, типа, что за херня, что это вообще за бабкина наука такая, что это за болит рука, обрати внимание на это, болит нога, обрати внимание на то, споткнулся там, еще что-то. Ну, когда у человека все, капец, приспичило, и он понимает, что он хочет жить, он, конечно, будет обращаться ко всем возможным и невозможным. А на самом деле все очень просто. Что такое тело? Нам надо с ним... Это наш сосуд. Нам надо научиться с ним разговаривать. Тело наше не умеет говорить. Ну, вот так вот, да, мы же не можем там с животом поговорить, так как с друзьями, да, с бокальщиками, да, кстати, чин-чин. Вот, у тела есть свой язык. Этот язык в основном проявляется через боль и болезни. То есть, если что-то происходит с нашим телом, то хорошо бы вообще иметь такую некую азбуку. Вот, человек родился, на тебе инструкцию, как пользоваться своим телом. Спасибо. 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 Спасибо врачам, которые вас выключили, вот именно, не зря зарапортовалось. Вы лечили вас таблетками, понимаете? Прекрасно, замечательно. Но на самом деле вы не представляете, каким даром вы обладаете, насколько вы можете управлять своим телом. Это же все отсюда, из головы. Любые движения пальцами, это не ваша рука делает, это сигнал идет из головного мозга. И вот все то же самое происходит в нашем теле. Вплоть до того, что даже можно обмануть мозг, там, где, если вдруг какая-то боль происходит, и девчонок учу на растяжке, что если вы хотите чуть лучше растянуться, вы новый сигнал даете своему мозгу, надаете настолько сильно в пальцы, чтобы сигнал был новой боли. И в этот момент можно еще немножечко сильнее раскрыть бедра. То есть, понимаете, да, это наше тело так устроено. И, в общем, про психосоматику дальше. Левая сторона отвечает за женское начало, правая сторона отвечает за мужское начало. Если у нас что-либо происходит по левой стороне, то надо уже понимать. Голова – это зрение, нос, слух, шея, сколиоз, плечи, руки, пальцы, кисти, локти, колени, бедра, стопы, ноги. Что за что отвечает? Живот, спина, грудной отдел, поясничный отдел, финансовые страхи. У кого финансовые страхи, страх перед финансами, поясничный отдел. Прям эгей-гей, как будет у мужчин частенько, именно поясничный. Киста – все, что касается женского здоровья. Это женское начало, страх перед будущим, страх перед родами, страх перед беременностью. С тем ли я мужчиной, а все ли я правильно делаю в плане секса, отношений. И начинать себя еще наказывать. И держать старые обиды на своих партнеров. Привет. Не читала, пока говорила, не читала. Ой, да, Чин-Чин, Рядуська. Я с тобой в Питере сейчас, понимаешь, с удовольствием, да? Я Чин-Чинилась. Не знаю, изменилась я или нет. Ну, за собой сложно замечать. Возможно, изменилась. И я по фотографиям это очень вижу по лицу. Температура 37. Что такое температура? Энергия. То есть, если у вас получается нехватка энергии, вам все время нужно держать себя немножечко в повышенной температуре, чтобы у вас была энергия. Когда человек энергодефицитный, когда начинаются проблемы, стрессы, давление поднимается, поднимается температура. То есть, вообще, отследите свой образ жизни. Ну, кто, с кем вы общаетесь, ваше окружение, кто вас вам перед, насколько вас устраивает вообще ваше окружение, нет ли претензий к этим людям. Есть такое, что мы через нехочу общаемся, через нехочу идем на работу, через нехочу что-то делаем, через нехочу общаемся, потому что надо. Кому надо, только, блядь, непонятно, понимаете? Кому это нахуй надо? Извините за мой французский. Почему мужчины при температуре 37 умирают? Порог чувствительности – это раз, и внимание – это два. Они в этот момент очень энергодефицитны, у них просто энергия падает настолько, что им нужен кто-то рядом, от кого нужно банкей. Запомните навсегда, девчонки, что женщина, она источник энергии. Она где берет энергию? Из стихий. Четыре стихи – это земля, огонь, воздух и вода. Мужчины, ну это, то есть, получается, босиком надо ходить по земле побольше, плавать, ой, желательно голенькой вообще плавать, открыто море, не знаю, озеро. Это прям кайф идеальный от всех же бабы-ведьм. Ивана Купала через огонь прыгать. Мы еще любим свечи, любим камин. Это замечательно, чудесно, то, что надо для женщины. И ветер свободный, воздух, поле, ветер, много пространства. А мужчина где берет энергию? Нигде, блядь! Он берет энергию от вас, от женщин. Вы берете из пространства, а мужчина берет от вас. Понимаете? Тридцать семь! Пиздец, и баба вокруг бегает, прыгает, его, блин, там ухаживает, ходит, лелеет, отдает всю энергию, как ребенку. Ведь вы не представляете, насколько материнская сила мощная. Я обо всем об этом с Близняшкой и с Андрюшей говорим. Вот прям по полной программе работаем на все эти темы. Это действия поверх нас набегают. Я вам ни о чем практически не говорю. Представляете, сколько мы там даем информации на курсе по психологии. И он же тридцать семь лежит, помирает, подыхает. Почему? Потому что вы, как мать, ему начинаете давать энергию. И вы не представляете, как ребенка легко маме вылечить не таблетками. А мы же, если начинаем лечить именно своей энергией, материнской любовью, желать ребенку выздоровления, хотеть, помогать, мощной своей энергии материнской. Вы же каждый раз, как мы уезжаем куда-либо далеко, ребенок сразу, что делает, болеть начинает, да? Все, болеть. Мамка, не уезжай, будь рядом, я болею, будь со мной. Все, боится мать отпустить. Вот то же самое и здесь. Обычно муж когда болеет, или проблемы на работе, или у вас, возможно, тур какой-то намечен, уже оплатили даже, или тусовка какая-то с девчонками, он начинает резко болеть, манипулировать через болезни. Ну да, 38, 38 лет мне. Да, верно, 100%. Если мы счастливы, дети будут счастливы, конечно. Дети хотят видеть маму счастливую и радостную. Если ребенок видит, что мама тоже, девчонки, вот прям как очень наши запомните, запишите, если забываете. Если ребенок видит маму в негативе, видит маму расстроенную, вы должны понимать, что он не умеет анализировать, как взрослый человек, он считает, что он причина ее плохого настроения, что ребенок причина ее всяких бед и несчастья, что он, понимаете, он плохой, он причина, и он лишний в ее жизни. Поэтому ребенку нужна мама счастливая и довольная, радостная. А с депрессиями идите вы в жопу, если честно. Задолбали, блядь, со своими депрессиями. Вот, ей-богу, когда у вас есть время вообще депрессировать? Ну, хотите немножко отдохнуть? Отдохните. Ну, депрессия это вообще не диагноз. Если вам вообще, вы приходите к психологу, вам начинают говорить депрессия, или к врачу приходите, вам там, это, вегетососудистая дистония, херня это, это вообще не диагнозы, это от нихера делать, понимаете, депрессия. Займитесь, займитесь своим творческим началом. Может порисовать, там, мандалы рисовать, не путайте с мандой, это разные истории. Лепитесь пластилина, музыкой заняться, развивайте свое творческое начало. Понимаете, это очень важно. Те женщины, в основном женщины страдают щитовидкой, кто свое творческое начало загубил по полной программе, вот так прям, мамы помогли загубить. Ну, и зачем тебе это надо? Вот иди, будешь у меня бухгалтером. А она всю жизнь хотела быть художником, стилистом, визажистом, я не знаю, еще кем. Ну, творческое начало развивать, у женщины очень развито. Нет, мама сказала, и вот для мамы все дело. Она шла-шла, не дошла до своей цели, сделала как мама, захотела, чтобы мама успокоилась. А потом и является, что у меня, бля, щитовидка? У нас же женщины, в принципе, 40-50, вот этот промежуток времени, блин, вот 70% щитовидкой. Почему? Опять же, да? Потому что мы свое творческое начало к ебеням убили. Это то, что было не модно, это профессия, которая не принесет ни хера. Вот, ну, собственно, вот как-то так. А человек, он, начало-начало, это творчество. Наш же творец создавал, творил. Это творческое начало, и каждый по-своему хорош. Кто-то прекрасный будет, гениальный художник, кто-то, я не знаю, аниматор, возможно, спортсмен, музыкант, танцор. Развивает надо творческое начало, не забывать про это. Это 38 мне лет, блин, 38. Да, это уже третий эфир, на самом деле. Ну да, у вас все. И даже. Мандала, да, мандала. Про мужчинов-евреев, что я могу сказать? Я планирую через неделю улететь в Израиль и что-нибудь расскажу про мужчин-евреев. Ну, как вам сказать? Они молодцы. Обратите внимание, у них фамилии передаются как? По женщине. Да? Спроста ли думаете? Это у нас все, блин, тут сиськами херами мирится. Что мужик в доме хозяин, кто там сильнее, тот и правда. Мужик-мужик, а баба где-то там. Нет, чтобы мужчинам признать, что женщина это источник энергии, как-то научиться договариваться. Мы же добрые, мы же искренние, откровенные. Мы, если любим, мы же, блядь, всю энергию дадим мужику. А нет, нихера не хотят. Понимаете? Вот мы мужики, блин, ну, а евреи, они не дураки. Не зря же, да? Ну, не буду, ладно, вдаваться в подробности. Да. Если муж пришел с работы в плохом настроении, ни в коем разе не поддерживайте его настроение. Игнорируйте на сто процентов. Он пришел с негативом, где ему надо вылить эту энергию. Пусть идет в душ. Приготовьте сразу. Вот чувствуйте плохое настроение. Во-первых, поинтересуйтесь, что происходит. Ему нужно вылить. И если он начинает вам выговаривать, не останавливайтесь. Какая бы энергия ни пошла, отрицательная или положительная. У него тоже это все внутри держится. И если он это не выдаст, пусть даже не на вас. В этот момент хорошо или воду открыть на кухне. Пусть пода течет. Вот так немножко абстрагироваться. Ну да, Валер, есть немножко. Я не то, что права, что вы тупее. Нет. Но надо нам быть в гармонии, скажем так. В симбиозе находиться. Зависимы друг от друга по-любому. Я не отказываюсь от мужчин. Не дай бог не подумайте, что это какая-то баба со стороны стрижка, которая сейчас будет втирать какую-то лесбийскую тему. Нет. Я за нормальные, хорошие, здоровые отношения. И я о гармонии вообще. То, что мы без мужчин-то тоже никуда. Ну, мы женщины имею в виду. Мужчины прекрасные создания. Безусловно. Мужественные, сильные. Ну, вот мы вот так вот противовисим. Но опять же, мужественные, сильные. А энергию где брать у женщины, да? А чтобы у нее взять энергию, ее надо как двигатель завести. А если все время глушить и подавлять, глушить и подавлять женщину, то если что она, какой энергию даст? Она еще у вас от вампирят, проклинать будет всю жизнь. Будет всю жизнь ломаться. На работе будет всю жизнь херово. Хер не будет стоять уже в 38 лет. Ну, зачем это надо? Понимаете? Бабы же ведьмы, блин. Не оправдывайся. Вот обожаю такую фразу. Не оправдывайся. Вот давно не слышала. Так это вы не оправдываетесь. Вы же о себе говорите. А тут начинается. Ой, в общем-тое. То есть получается, вообще любая фраза, сказанная вслух, это уже оправдание. То есть молчать науку. Просто тупо молчать, всех нахуй посылать. И это будет прекрасный такой, даже не диалог, а монолог. Просто идите все нахуй, идите все нахуй. Да? Ну вот вы как видите этот разговор? Я даю обратную связь. Это немножечко разное. Это же я веду эфир. Понимаете? Если бы мы сейчас с вами были в рамках консультации, то, возможно, я бы могла вам сказать, не оправдывайтесь. Вот. Вы сейчас оправдываетесь. Вот. И вот это ваше поведение, мой ответ и моя реакция, лишний раз подтверждает о том, что вы оправдываетесь. Да? То есть, ну это вообще, блин, старо как мир. Ну, ей-богу. Ну, забудьте эту формулу. Она уже не работает. А, не было закрыть еще, да. Да успокойся, да-да-да-да. Ты вышел в хорошем настроении. Че-то, не, вот это вообще по Фреду. У тебя че-то настроение плохое, ты че такая агрессивная. Ты вышла такая, блин, из душа вся такая на релаксе, с бокалом вина. Думаешь, блин, вот это пятница сегодня у меня будет охуенная. А тебе, Марин, че-то у тебя глаза грустные. А потом еще другое. У вас голос изменился, да. А потом, а потому что с каждым глотком у меня голос меняется. Вниз, вверх. А потом следующий раз. Че-то ты какая-то агрессивная сегодня. Блин, и после этой фразы реально ты через минуту, сука, ненавидишь весь мир. Все сподолки, все скотины. И вообще расстрелять. Понимаете, да? Когда навязывают свое настроение. И, ну, люди же смотрят на весь мир через свой внутренний мир. Вот, собственно, о чем они и говорят. И когда мне пишут то, что, Марина, вы там красивые, что-то говорят. Я представляю, насколько красивые подписчики мне это пишут. Красивые, умные, интересные, интеллигентные. Привет, Игорек, да. Вот эту фразу записывать можно. Ой, блин, супер. Ритка, не могу тебя пригласить, потому что сразу все зависнет, весь эфир зависнет. У нас там две минуты. Я волосы часто ли крашу? Ну да, раз в неделю, наверное. Ну вот смотрите, они отросли. С 29 сентября я их отращиваю. Месяц, да? Вот за месяц они отросли. Привет, Надюш, да мне еще подлить надо. Это уже третий эфир по 20 там с хера минут. Ритуську, конечно, надо. Пригласить было бы весело. Ой, спасибо большое. Спасибо вам большое, девчонки, душевные. Ритка рвется, значит, попробую. Главное, чтобы Ритка не слетела. Ожидание на щеке. Подождите. Вот так видно? Да я тебя-то, блядь, вижу, я себя ни пизды не вижу. Там черный экран, Изой, это нормально? Нормально, я тебя вижу замечательно. А я-то себя ни пизды не вижу, у меня черная дыра. Ты черная дыра, а? Ну, чеклянусь, а как я выгляжу? У меня хоть видно-то вообще? Я засосала куда-то. Это же Санкт-Петербург. Я же тебе прислала страшную фотографию. Ты береги свою черную дыру, а ты мало ли что там в Питере. Ну, его нахер. Да ты мне ужасные вещи какие-то прислала вообще. У меня, блядь, стресс психологический был. Тебе придется прорабатывать все это, между прочим. Прорабатывать? Моя вселенная поменялась, что аж черная дыра, почему-то экран. Не, ну клянусь, нет, в натуре, я отвечаю, я не вижу, у меня черная дыра. А тебе не надо себя видеть, ты все хорошо смотришь. Ну, я идеально, да? Ну, слава богу, я идеально была. Да, это, я хочу вас познакомить. Это Рита, это Маргарита, она еще кинодан. Если бы я видел себя, куда сдвинулся по экрану, то я не знаю, где это. Это первый тренер, которого я обожаю. Мы вместе работаем, ведем марафоны. Вот этот телефон не под марафон. Мы марафон набираем на 24 ноября. Мы вместе ведем, и она ведет силовую тренировку утром. Она будет, собственно, смотрите, как ты будешь девчонок в 10 утра. Бла-бла-бла-бла, все объяснит, блин. Наверное... Вон тебя видно, смотри. Да, вы покажите мне зеркальный экран. А, меня видно, идеально, я идеально. Я секс-путника. Я просто, Марь, понимаешь, что я себя на самом деле не вижу? Я смотрю через параллельный экран, что меня где-то видно. Да включите экран, вы что мне опять дыру показываете черную? Да что ж такое-то? Рис, как ты, девчонок, утром будешь на марафоне? Девчонок? Шлюпки, доброе утро! Ну что, в новое плавание поплыли? А то, конечно! Мы как раз поднимаем свои шлюпки и плывем в дальнее плавание. Самое лучшее, между прочим, трансформации души и тела. Вот это самое главное. Да, давай, чин-чин. Обожаю Ритуську. Отлично. Я ее на кадром. Я ее слышу. Светочка, тебе привет. Светик, тебе привет тоже кричит. Привет! Мне сразу тишки. Я видела грустного леопарда. Марья, ты видела грустного леопарда и кисоньку? Она передала всю боль ее. Я видела, да. Ребята, привет! Всем привет, герои! И будущие герои, и нынешние герои, и наши старенькие герои, кто до сих пор с нами гребет свою шлюпу по сей день. Это точно, да? Собственно, это вот Ритуська, да, и обожаю. Можно ли заниматься мышцами забитой и горят огнем? Можно ли заниматься мышцами забитой и горят огнем? Но здесь все зависит от того, тренированный ли вы человек. Конечно, если вы новичок, к примеру, и у вас там через жопу все болит, хрен знает как, ну, отдохните один день. Ну, никто не гонит вашу шлюпку в дальнее плавание до Парижа, да, лететь за один день. Отдохните! Мир от этого не рухнет, но вы восстановитесь, и у вас еще больше настроения будет, и сил, чтобы дальше продолжать двигаться. Ну, если вы, конечно, уже тренированный человек, то, простите, надо въебывать. Ритка, мы с тобой, по-моему, самые алкотренеры этой страны. Ну, и, между прочим, мы это и не скрываем. Мы учим, вот, мы учим правильно и отдыхать, и тренироваться, и выглядеть красиво, при том, не отказывая себе ни в чем практически. Да. Ну, периодически. Можно пожрать и быть красоткой. Да, да, периодически, потому что все дозировано. Реально, все потому что дозировано. Давайте, Хлоп. Да. Ну, вот. Круассаны жрать можно? Ну, когда закончится марафон, тогда вы сможете это завязать в своей пупочке. На один денечек, и можете хоть обожраться один день в Читмил Круассана. Пока не обосретесь прямо этими круассанами, честное слово. Вот, реально. А пока мы в режиме марафона, ну уж, простите. Если вы хотите действительно хороших результатов, тогда поясочки, узелочки подзатянули свои шнурочки, так сказать, и придется попахать. Почему я не поехала в Питер? Потому что у меня сегодня был суд, и я планирую с детьми в пятницу улететь в Тель-Авив. А мы тебя ждали. А мы тебя ждали. Да не бой ты. Да, ты не бой ты. А ты так там чего ждала-то? Ты там целый день на третий, ты рисунки рисуешь. Ну, это не она. Я вообще в Питере сплю. Я знаю, что у меня в Питере как сон марафей с самого первого дня прилета. Инвентарь у нас в марафоне простой. Две бутылки вина, шва, бра, стул, и, собственно, все. Больше ничего не нужно. Да, для новичков это самый оптимальный вариант. А уже дальше, девочки, если вы поймете, что это ваше, вам это подходит, вам это нравится, вы поймали, ну, как говорится, свое нашли, да? Потихонечку со временем у нас девчонки, все герои, кто выступает до сих пор в марафонах, потихонечку где-то там гантельку приобрели, еще что-то приобрели. Это пожелание уже. Пытожди не слышу. А, игра в танчики. Вот ты знаешь, сейчас, подожди, сейчас расскажу, не перебираю, чтобы мы не перейдем. Ага. Эфиры, да, игра в танчики, девчонки спрашивают. На самом деле, девочки, любая зависимость, надо понимать, неважно, игроманы, наркоманы, алкаши, как мы, если вы что-то отнимаете... Ну, чего, давай выйдем за это. Давай, алкаши, как мы, а за это надо выйдем. Если вы что-то отнимаете у человека, то надо понимать, что ему надо дать что-то взамен. То есть, если у него есть желание играть в танчики, а вы хотите у него это желание поменять на другое, займите его чем-то, дайте ему что-то взамен. Это может быть спорт, это может быть путешествие, это может быть какая-то новая работа, но вы должны ему что-то дать взамен. То есть, зависимый человек, он должен перескочить с одной зависимости на другую зависимость. просто так, чтобы его вытащили может веру, верили и билдайца не знаю, йогой заняться растяжкой, не знаю, что-то еще придумать но нельзя человека взять, забрать и сказать, что если бы он не будет, будем жить другой жизнью, нет, такого у зависимых людей не бывает все верно, поэтому у нас нельзя отнимать алкашку ее ничем не заменить я уже, между прочим могу сказать честно я искала замену но бросила это гиблое ненужное дело я поняла, что это самое лучшее что со мной случилось в жизни ты нашла замену, да? мельнику на Эфес да, да, либо мельник, либо Эфес ну и периодически я бывает нахожу что-то новое понимаешь? ты понимаешь, вот именно в пиве можно бесконечно замену на замену находить я пива не могу долго, блин а я вот могу литр на похмелочку могу ты знаешь, я как? я пью и писаю я пью и снова писаю это вот ты, Моша мне оно много не заходит бутылка две максимум кальяк твой ждет до сих пор стоит на холодильнике пусть меня ждет ждет мамка только приступила там чуть тосик с кофеечком нет, ангелы мои это не мужчина это Рита не, ну подождите подождите не, ну я могу, конечно, быть и Василием, если хотите хотите, я могу быть даже Максимом ну хотите, я могу быть Анастейша ну, а если так, я просто Рита Анатолий Анатолий Рит, как можно пить и тренировать? вообще не представляете как это легко хорошо, да вот заходит, честно, ну ура вот когда находишь свое находишь свои дозировки вообще идеально давай, давай давай в общем приятный с нами ну, чтоб все были здоровы помнишь, как да служебный роман чтоб все были здоровы но это самое главное на этом мы, как говорится это вообще самое основное будь здоровья, будет все да, согласна а не будь здоровья, но все пиздец, приехала коляска девчонки, кто спрашивает кто это? это Рита Нащокина никнейм Маргарита Нащокина то есть все просто никнейм Маргарита Нащокина Риторганом что включено в марафон так мы все не перечислим мне кажется ты знаешь, я могу сказать вот честно если я сделаю завтра эфир Ритуська, давай сделаем совместный да, и расскажем голые сядем в эфире голые? я шучу идеально вообще я шучу я не настолько блин, отмороженная как можно не знать Риту я вот с вами полностью согласна как можно Ритку не знать кто Нащокину не знает вы вирусный Мать, знаешь, почему ты не знаешь? а потому что кто-то думает что я Анатолий да ты понимаешь? тебе нужен второй паблик Анатолий Анатолий Нащокина да, Анатолий Нащокин или там Василий Нащокин там, я не знаю это королева Барби да, стопудово летучий Барби самый знаменитый я не знаю ты слава богу что не знаешь ну да, так-то да если честно слава богу что не знаешь ну что, девчонки буду сохранять эфир дабы он не вылетел да, все, давай застыл на 20 там в какой-то минуте даже эфир застыл подруга Наташи нет Рита не подруга Наташи мы все подруги подруги Анатолия да, Анатолия мы все подруги Натуси Атрухина которая Амазонку вы все знаете, Амазонка Наташа Ритуся я, Марина Русакова и Элечка мы все в одном марафоне это мы команда одна команда фриков короче, команда фриков команда фриков ну да, череп ну да, все нормально голос тоже мужской а вы знаете, как я пою? охуенно, между прочим полистать страниц а ну забывай давай под шарманку караоке караоке сделай караоке стоп морозильник сделать вам на измелье ну что спеть стоп морозильником спеть стоп холодильник стоп морозильник it's my life ну ладно что там у нас Линкин парк да, самый знаменитый что там Линкин парк у нас тяп-тяп-тяп тяп-тяп-тяп-тяп тяп-тяп-тяп-тяп-тяп сейчас я не распитый если что надо распивать ты распитая я распитая я сейчас только распитая максимально скажи мне скажи мне что вам нужно быть чувствуешь чувствуешь вероятно вероятно стоп на поверхности не знаю что ты обеспечаешь мне но время и опрещение что я не знаю В общем, это Маргарита Нащёкина, которая вас будет тренировать Ну да, каждое утро петь вам Каждое утро петь, кричать Ну что, встали простилотки Девчонки, вам хорошей пятницы Прекрасного настроения Любите себя, любите своих близких Как всегда говорит Андрей Малашов Я похожа, что ты спросила И до скорой встречи Ритусь, мы с тобой ещё увидимся Может и до Питера заеду на денёк Я не знаю, где находит Ну кто знает, приезжай вообще на Новый год В чём проблема А Новый год ты знаешь где? Да ладно, ладно, катись Ладно, ладно, катись Я покачусь в Испанию, да Ладно, давай Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...